МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О, салют, зубрилы! Есть тема стартануть нашу прогу. Врубитесь по полной, и не будет хвостов по литре. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну что, испугались? Уверена, что не все наши телезрители поняли то, что я сказала. Поэтому позвольте перевести. Здравствуйте, жадные дознания ученики. Думаю, пора начинать нашу программу. И если вы будете внимательными сейчас, то у вас не будет задолженности по литературе. Как вы заметили, русский язык может быть очень и очень разнообразным по своей лексике. В официальной беседе, на выступлении и даже на телевидении лексика, которую я использовала в начале передачи, недопустима. Но вот в разговоре с друзьями и приятелями мы иногда употребляем такие слова, как зубрила, хвосты, литра и так далее. Своя лексика есть у любого возраста, у каждой профессии или у группы по интересам. Такая специфическая лексика называется сленгом или жаргоном. Жаргон – социальный диалект. Отличается от общеразговорного языка специфической лексикой и фразеологией, экспрессивностью оборотов и особым использованием словообразовательных средств. Да-да-да-да-да. А вот жаргонизмами называют отдельные словечки, которые понятны той или иной группе. Вот вчера на улице я услышала от молодых людей такую странную фразу. Рванем вечером в консерву. Консервы – пищевые продукты животного или растительного происхождения, которые были подвергнуты консервированию. Консервы, мой всезнающий друг, в молодежной среде принято называть московскую консерваторию. Согласитесь, слово «консерватория» довольно трудно выговаривать. Вот и родилась короткая и емкая консерва. Ну, а теперь давайте вспомним, какие же жаргоны мы знаем. Прежде всего, это компьютерный жаргон. Послушаем его в действии. Диалог двух наших программистов, которые мне удалось записать на диктофон. Авиус, ну-ка, найди его, пожалуйста. Привет, а ты железом занимаешься? А то у меня вчера мама полетела. Заодно пентюха на дуру хочу поменять. А почему мама полетела? Ты с машиной что-то делал? Ничего особенного. Окна старые висели, переставил. Ладно, Аська твоя у меня, спишемся. Да, для непосвященного человека этот диалог совершенно абсурден и непонятен. Почему полетела мама? Как могут окна висеть? И куда их можно переставить? Тем более непонятно, зачем менять пентюха на дуру? И что делает Аська одного друга у другого? Ух, Авиус, давай-ка проанализируем жаргонизмы. Железом компьютерщики называют компьютер, а также все компьютерные детали в целом. Мама – это шутливое название материнской платы, ведь это одна из самых важных деталей. Про окна, думаю, вы и сами все прекрасно поняли. Так называется главная системная программа Windows. И если она начинает работать неважно, то есть висеть, то ее переставляют, то есть переустанавливают. А Аська – программа для чата ICQ. Как же образовались эти жаргонизмы? Ну, например, слово «железо» – это пример метонимии, то есть переноса качества объекта на весь объект. Железные компьютеры называют железом. Окна – перевод с английского языка. Свой жаргон есть и у военных. Авиус, приведи, пожалуйста, пример. Например, мотострелковые войска называют бронекопытными, а военнослужащих морской пехоты – земноводными. Комод – командир отделения. Таблетка – санитарный автомобиль. Крокодил – транспортно-боевой вертолет Ми-24 со своим зеленым вытянутым фюзеляжем. Действительно напоминает летающего крокодила. Улыбайка или улыбака – транспортный самолет Ил-76. Окно кабины штурмана действительно напоминает улыбку. Ну и, конечно, очень интересен для нас студенческий школьный жаргон. Но его, я думаю, вы сами прекрасно знаете. Шпора-бомба. Она же шпаргалка. Алгеброид. Вот он. Это учитель по алгебре. Лаба. Лабораторная работа. Ну и бывает банан. Банан – это неуд. Двойка. Хочу вас предостеречь, ребята, что жаргонизмами не стоит злоупотреблять, чтобы не засорять русскую речь. Но, тем не менее, это очень интересное явление, которое всегда будет существовать в тех или иных объединениях людей. Даже в вашей семье можно найти жаргонизмы, выросшие из оговорок, семейных шуток и историй, понятных только вам. Попробуйте прислушаться. Как вы думаете, что общего между словами «печка» и «печаль»? Правильно, корень. Но как же эти слова связаны между собой? Дело в том, что оба слова произошли от слова «пека», то есть «жар», «зной». А «пека», в свою очередь, образовалась от глагола «пекти», то есть «печь». Буквально слово «печаль» – это то, что жжет. Точно таким же образом связаны слова «горе» и «гореть». «Горе» – буквально то, что горит на душе. Ну, а к нам пришло вот такое письмо от Оксаны Клименко из Нижнего Новгорода. «Уважаемая Василиса Николаевна, пожалуйста, расскажите что-нибудь интересное про поэта Маяковского, чего в школе не рассказывают. Спасибо». Ну, конечно, Оксана, я с удовольствием выполню твою просьбу. Маяковский Владимир Владимирович родился в 1893 году в городке Багдати на западе Грузии в семье Лесничева. В тот день, когда родился маленький Володя, его отец сказал «Я чувствую, что он будет великим человеком». Лесничему ответили «Хорошо, если бы стал ревизором». «Нет», – сказал отец, – «он будет больше ревизора, он будет большой-большой человек». Так и вышло. Маяковский стал первым советским поэтом, его книги расходились миллионами тиражами. Из его стихов родилось множество афоризмов. Авиус, вот есть ли в твоей копилке запись голоса Маяковского? Произвожу мониторинг. Название файла «Маяковский читает стихотворение». Послушайте. Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут, значит, чтоб дочь, чтобы они были, значит, чтоб называют эти клевочки бездюбные, когда врываются метелям полуденной пыли, врываются к Богу, боится, что застал, и плачет, и целует ему пилищую руку, и просит, чтобы обязательно была сверка. Помимо стихов, Маяковский был знаменит своим острословием. Он много ездил по стране, и на выступлениях его не все встречали дружелюбно. Слишком уж непривычными казались его стихи. Громкие, с множеством неологизмов, да и написанные лесенкой. И иногда слушатели задавали каверзные вопросы. Но Маяковский реагировал мелниеносно и никогда не давал себя в обиду. Маяковский, ваши стихи не волнуют, не греют, не заражают. Мои стихи не море, не печка и не чума. Маяковский, чем объяснить, что вы в центре всего ставите свое «я»? В центре как-то заметнее, улыбается Маяковский. Маяковский, вам кольцо не к лицу. Потому я и ношу его на руке, а не в носу. Часто ли вы заглядываете в Пушкина? Никогда не заглядываю. Пушкина я знаю наизусть. Маяковский, почему вы так себя хвалите? Мой сученик по гимназии Шекспир всегда советовал, говори о себе только хорошее. Плохое о тебе скажут твои друзья. Вы это уже говорили в Харькове, кричит некто из портера. Вот видите, спокойно отвечает Маяковский, товарищ подтверждает. И после паузы, обращаясь к гражданину из портера, а я и не знал, что вы всюду за мной ходите. Ну, возможно, некоторые из ответов были немного грубоваты. Но это было вполне нормально для того времени. Поэты хотели эпатировать, провоцировать, возмущать обыденное сознание. Причем делали они это не только в стихах, но и всем своим внешним видом. Выступление начиналось ударом гонга или колокола. Маяковский появлялся в желтой кофте. Его друг Алексей Крученых носил на шнуре диванную подушку. Художник Казимир Малевич являлся с деревянной ложкой в петлице. Свои лица поэты разрисовывали разноцветной тушью. Позже сам Маяковский признавался, у нас было много трюков только для того, чтобы эпатировать буржуа. Блуза Маяковского неизменно вызывала скандал. Его знаменитая желтая кофта и цилиндр – все это было своеобразным вызовом консервативному обществу, вспоминали современники. Сам Маяковский писал «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего, Желтую кофту из трех оршин заката, По невскому мира по ложным полосам его профланирую шагом Дон Жоана и Фата». Но что же сделал Маяковский для поэзии? Прежде всего, он сумел создать особый Маяковский ритм, соответствующий экспрессивности и откровенности поэта. Ведь стихи Маяковского были созданы не для камерного чтения, а для скандирования и выкрикивания. «У меня в душе ни одного седого волоса, И старческой нежности нет в ней. Мир, огромив мощью голоса, И дух красивый двадцати двухлетний». Существительные. Громадьё – громада. Дамьё – скопление – дам. Драгоножество применительно к балерине Кшесинской. Глаголы. Обезумица – выревить, вынижить. А уж какими сложными были прилагательные. Выхмуренный – декабрый. Опожаренный – тело лазарево-синесквозное. Эскадры – верблюда-корабле-драконье. Но, тем не менее, почти все эти неологизмы понятны нам без перевода. И, конечно же, новой была форма написания стихов – его знаменитая лесенка. Многие коллеги-поэты, кстати, обвиняли Маяковского в жульничестве. Ведь в то время поэтам платили за количество строк. И благодаря своей лесенке Маяковский получал в два-три раза больше обычного. Вот таков портрет знаменитого русского поэта 20 века Владимира Маяковского. Читайте книги и присылайте нам свои вопросы. Ну а нам пришла пора прощаться. Ждем ваших откликов по адресу. 109-147, город Москва, улица Марксийская, 34, корпус 7. Телеканал «Радость моя» с понеткой. Академия занимательных наук «Словесность». Или оставляйте на сайте радостьмоя.ру. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»